А мы готовы начинать. И в нашей студии есть гостья, которая уже ожидает своих слушателей, которая готова поделиться тем, что есть у нее в сердце. Мы готовы встретить и поаплодировать. Я думаю, что сейчас все узнают этот приятный и любимый голос Анастасии Оценковой на студии. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Мой любимый и первый вопрос, который я задаю нашим гостям, я всегда прошу, чтобы вы сами себя представили. Здравствуйте, я Анастасия Оценко, и я... И я... И я? И я пою для Господа. Хорошо. А регалии еще можно добавить? Потому что я знаю, актриса, певица, ведущая, жена. Что еще можно добавлять? Еще можно добавлять, через 2 месяца мама. Вот, уже супер. Это можно вас уже так заранее поздравить, я думаю. Да, спасибо большое. Настя, насколько вы долго не были в Украине? Не была уже 8 месяцев. 8 месяцев? Да, после последнего своего приезда. Уже 8 месяцев у меня не было дома. А сейчас, если не секрет, вы приехали откуда? Я приехала из Германии, в Франкфурт-на-Майне, посетить родных, близких и, конечно же, успеть сделать все остальные дела в Украине, послужить на всех возможных мероприятиях, которые только будут у нас состояться. И встреча, конечно, с моей драгоценной группой «Под их свободой», с которой мы служим уже много-много лет вместе. И это, конечно, основное. Все то, для чего мы приехали. Я знаю, что у каждого творческого человека, конечно же, есть какие-то определенные наработки, планы на будущее. И я думаю, что даже ваша поездка и приезд сюда тоже несут за собой определенные планы, желание послужить, как вы сказали уже со своей группой, за 3 недели, которые вы будете пребывать здесь. Что вы хотите исполнить, сделать? Возможно, есть какое-то Божие поручение для того, чтобы приехать в Украину, не только посетить близких, но и совершить что-то. Всегда, когда я возвращаюсь в Киев, в Украину, у меня самое большое желание, конечно, быть полезной, быть нужной. И если меня приглашают на какие-то евангелизационные мероприятия, я всегда заранее говорю, что я приезжаю и с радостью иду туда, куда меня приглашают. У нас в церкви много евангелизационных мероприятий. У нас с нашей командой тоже есть разные поездки и концертные, и евангелизационные. И для меня это очень ценно, потому что ты понимаешь, что ты приезжаешь не просто посетить страну, не просто отдохнуть, не просто повидать своих родных и близких, но ты приезжаешь послужить и исполнить, отдать снова свой талант там, где он нужен, там, где ждут, там, где в тебе нуждаются. И для меня это самое важное. Есть какие-то тоже наработки, возможно, новые песни, которые вы в ближайшее время будете уже записывать и предоставлять нашим слушателям? Вы знаете, наверное, это больше всего моя цель, потому что там у меня появилось намного больше свободного времени. И, наверное, за последнее время, буквально за последние несколько месяцев, я получила такое подтверждение и от Бога, и от людей, что мне нужно срочно записывать второй альбом. Второй сольный альбом, я бы так сказала. И у меня появилось еще большее вдохновение. Там у меня родилось уже несколько песен в Германии, но они в работе. И самый большой план мой на будущее – это запись второго альбома. А вам, как человеку творческому и человеку, который предлагает на рассмотрение для слушателя свою песню, ну, там, либо человек, который делает представление, либо же какую-то определенную театральную постановку, он желает, чтобы это было классно, интересно. И, конечно же, зрителю, либо слушателю очень понравилось. Ну, и потом это уже в последствии стало хитом. По каким критериям вы понимаете, что вот песню нужно написать, чтобы она стала хитом, и ее постоянно заказывали на радио, ее любили, ее слушали, возможно, кто-то бы исполнял? Скажу честно, у меня не было никогда цели записать хит, потому что у меня нету композиторского образования. Именно этим занимаются люди, профессиональные композиторы, которые знают абсолютно новые гармонии, новые какие-то фишки в музыке, новые обороты, все то, что современно, все то, что модно. Я на это не училась. Когда Бог дает в сердце песню, ты стараешься больше всего ее просто передать. И как можно красивее сделать мелодию. Я пишу музыку, я пишу мелодию, я пишу слова, но есть люди, которые делают аранжировки. И один из таких людей это Вадим Калацей, это его сын Павел Калацей, с которым мы записывали мой последний альбом. Это потрясающие композиторы. Когда я слушаю их обработки, их аранжировки, у меня просто вырастают крылья, потому что это... Ну, я иногда не узнаю свою песню, потому что у меня очень простая мелодия. Я придумала мелодию, я написала текст. Они из него, из этой мелодии делают просто сказку. Сделали конфетку, да, как говорят? Просто, просто сказку. Для меня это восхищает. Я очень люблю работать с профессиональными композиторами. Да, это вдохновляет. И собираетесь ли вы принимать участие в мюзиклах? Если да, то каких, и где, и когда? Конечно, желание есть. Очень большое желание, и проектов очень много. Самая большая трудность, я не скажу, что это проблема, я скажу, что это просто трудность, это территориальное разделение Германии, России и Украины. Но есть проект, который сейчас в очень большой работе. Если честно, я не знаю, это секрет или не секрет, но мы работаем... Если расскажете, то будет не секрет. Да. Мы работаем над мюзиклом, который имеет название «Лютер». Задействована огромная команда людей, один композитор, также Павел Колоцей. И это просто машина, которая завелась, это невероятный просто труд людей. И, конечно, я мечтаю там поучаствовать, в одной из ролей женских. Если это будет возможно, если удастся, потому что мюзикл будет ставиться здесь, в Украине, это будет... Я считаю, что это будет бомба, потому что это совершенно другой уровень после нашего первого мюзикла «Миротворец», который уже был в Украине не раз поставлен. И есть планы на будущее через два года участвовать в мюзиклах московских, но это уже... Это пока только планы. Вот. Как Господь распорядится и где мы будем территориально, мы не знаем, что будет завтра. Планы, конечно же, есть. А ваше участие по парадике зачастую, оно только в христианских мюзиклах или же также в светских? Нет-нет. Моё участие в мюзиклах было очень разное. Как и в христианских мюзиклах, так и в светских мюзиклах, в московских мюзиклах. Это были последние 13-14-15-е годы. Это были мюзиклы «Русалочка», «Красавица и чудовище» в Москве. Вот. И в христианском мюзикле «Миротворец». Потом много лет назад... Для меня это уже было много лет назад. Иосиф и его мечты здесь ставился мюзикл. То есть я стараюсь... Я не разделяю этого. Если ты служишь, ты можешь петь... Если это, конечно, хорошая роль, это отдельная тема. Их можно рассматривать очень долго. Потому что есть очень много людей с разными мнениями. Но я считаю, что твой талант особенно... Он должен служить не только христианам, но особенно там, где нужно нести свет. И я пою в светских мюзиклах также. Но вот тонкая грань и такой вопрос к вам. Насколько легко по духовному состоянию человеку, который как христианин, играть роли, которые, как вы сказали, бывают не очень по своему образу хорошие? У меня таких ролей не было, честно признаюсь. Может быть, были какие-то нюансы в этих ролях, где что-то было странно, или с текстом нужно было бороться, или какие-то там слова были не очень хорошие, или там какие-нибудь цензурные. Ну, не то, что цензурные. Цензура, конечно, их пропускала. Я не ругалась матом на сцене. Такого не было. Но я считаю, что в такой среде христианин, он показывает, какой он христианин на самом деле. Очень легко работать с христианами. Это те же люди, у каждого свой характер. Но когда ты работаешь в шоу-бизнесе, в сфере шоу-бизнеса, и все люди не знают близко Бога, ты христианка, на тебя смотрят просто в два раза пристальнее. И ты должна нести этот свет, ты должна отвечать тому, во что ты веришь, и что ты проповедуешь, о чём ты говоришь. Ты должна отвечать на всех параметрах, от гримерки до сцены. И, конечно, там проверяется твоя духовность очень сильно. А как оставаться этим светом, если там другие и желания, устои? И есть такое место в Библии, что не обманывайтесь. Худые сообщества разращают добрые нравы. И наоборот, говорят, что если один христианин, он будет в таком обществе, то не свет будет распространяться, а наоборот, что его поглотит тьма. Вы знаете, я знаю одну очень интересную историю про человека, который решил евангелизировать в ночных клубах, и потом он туда не вернулся. Но узнаю другую историю, когда великие мужи Божьи всё-таки евангелизировали в ночных клубах, и эти все ночные клубы были представлены пред Богом и покаялись. Если у тебя отношения с Богом крепкие, если твоя тайная комната в порядке, если ты знаешь, что Бог ведёт тебя туда и даст тебе силы, укрепит, и даст тебе возможность свидетельствовать людям, о Боге, о вере, ты можешь туда идти, ты должен туда идти, потому что это поручение. Если ты понимаешь, что этот мир тебя поглощает, и соблазняет, и искушает, будь добр, разворачивайся, иди на 180 градусов в противоположенную сторону, потому что это твое сердце, и твоя жизнь, ты отвечаешь за это перед Богом. Скажите, а как вы считаете, предметно, как какие-то новшества шоу-бизнеса, они перетекают в церковь. Мы не должны быть закрыты от мира, мы должны быть открыты для мира. Но вот эта тонкая грань, когда больше берётся не духовной частью, а берётся шоу-программой, это сейчас очень сильно развивается. И есть такая немножечко как опасность и грань. Я считаю, что она существует, и она уже давно существует. Тут очень важно иметь тесные отношения с Богом. Очень важно. Потому что упасть в шоу-бизнес христианский, я считаю, что он есть, и он уже давно развивается. Но нужно просто понимать и проверять своё сердце каждый раз, что ты несёшь на сцену, что ты даёшь людям со сцены, и какими методами ты это делаешь. То есть это божьи методы или это методы уже мирские шоу-бизнеса? Есть очень разные методы. То есть через даже такие способы мир может проникать в церковь? Конечно. Сто процентов. Скажите, есть понятие, и вы различаете, потому что мы знаем, вы обучались своему таланту, вы его развивали, и вы разделяете понятие талант, профессионализм и отдельно поклонение Богу? Сто процентов. Конечно. Талант даётся свыше. Ты можешь родиться с этим талантом. Ты можешь его развивать до профессионализма или остаться на таланте. То есть, как некоторые говорят, выезжает на таланте. Есть такая фраза. Поклонение Богу – это уже совершенно третья часть. И можно остаться талантливым человеком, поклоняться Богу. Если у тебя нет возможности развиваться, Бог видит твои возможности, твоё сердце. Как ты стараешься поклоняться? В моей жизни было таких примеров уже масса, когда люди живут просто за 3-9 земель, и мне звонят по скайпу и говорят, пожалуйста, мы очень хотим с вами позаниматься. Они даже готовы платить финансово, просто как педагогу по вокалу. Люди, у которых нет возможности заниматься, но у них потрясающий талант. И они как могут, они и служат Богу. Я считаю, что человек, у которого есть талант, и который способен его развивать, он должен это делать. Потому что от этого зависит качество прославления и поклонения Богу. Но сердце от этого не меняется. Качество исполнения, качество продукта, оно, конечно, я считаю, как профессионал, оно должно расти, оно обязано расти именно в церквях. Но, к сожалению, сейчас многие остаются на этом уровне таланта и дальше не идут. Потому что или нет возможностей, или нет желания, или ещё что-то мешает. Но я считаю, что если люди талантливы, они должны развивать этот талант. Обязательно. А профессионализм может мешать поклонению? В каких-то сферах я думаю, да. Я думаю, да, потому что я могу про себя сказать, не надо далеко ходить. Когда я начала служить в церкви, и мне очень хотелось группу сделать всех профессионалами. Всех просто. Мне настолько безумно хотелось, чтобы они пели в три-четыре голоса, чтобы они это всё слышали, чтобы музыканты идеально исполняли свои партии. Но потом Бог показал мне и учил меня, и я смирялась с этим, потому что вот это и есть эта разница, что не всегда есть возможность. Люди приходят в прославление. Большинство семейные, у большинства уже есть очень много забот, очень много хлопот. Есть маленькие дети, взрослые дети. Они просто не способны физически ещё куда-то ходить на какие-то уроки, на занятия. Но они, если они хотят, мы можем с ними и в церкви заниматься, правда ведь? Я поняла, что это иногда мешает, когда ты пытаешься принести этот уровень профессионализма в церковь. Но ты можешь помочь этим людям, ты можешь всё то, что ты знаешь, если ты профессионал, ты можешь им отдать, и ты можешь им передать. Но должен быть готов к тому, что тебе нужно будет смиряться. Смиряться с какими-то вещами и просто воспринимать то, что эти люди, они служат Богу всем, что могут, всем, что умеют. И я считаю, что это моя точка зрения. Анастасия, скажите, пожалуйста, какая часть вашей жизни больше... Ну, я понимаю, что есть некоторые, которые нельзя даже и сравнивать, но всё-таки исполнительница, ведущая, актриса или жена. Какая часть вам больше нравится? Ух ты! Разве можно выбрать? Можно. Окей. А можно расставить приоритеты? Я не знаю, может быть, это на... Нет, я так скажу. Я скажу, что это неотделимо, потому что эти сферы жизни, они друг друга дополняют. Когда женщина развивается, когда женщина может служить и иметь крепкие отношения с Богом, она может привносить что-то новое, новое, светлое, радостное в семью. Она... Она сама развивается, она развивается в своей семье, она благословляет тем самым своего мужа, потому что она не останавливается на одном месте, она не засиживается как бы в каком-то таком ограниченном кругу. И я считаю, что когда я стала женой, я совершенно по-другому начала смотреть на служение. Я совершенно по-другому... Ну, можно сказать, не совершенно по-другому, но это открылись ещё одни двери моего внутреннего мира. И я считаю, что каждая сфера этой жизни, она друг друга дополняет. И мне тяжело, если что-то у меня забрать и что-то сделать главным. Я считаю, что это не про меня. У меня оно всё функционирует вместе. Весь комплекс. Да, комплекс. Пол инклюзив. Вопрос к участнице. Вы творческий человек, и это творчество, думаю, Бог двигает с детства. Как вы совмещали учёбу в школе с творчеством? Вопрос актуален для меня, так как у меня ребёнок седьмой класс с творческими способностями рисования. Вопрос успеваемости. Спасибо огромное. Спасибо за вопрос. У меня была специализированная школа с первого класса. С 7 лет я поступила в Киевскую детскую академию искусств. И там у нас были полностью общеобразовательные все предметы. И параллельно там было 4 факультета. Художественный, хореографический, театральный и музыкальный. Я училась на музыкальном. Мы проходили полностью всю школьную программу, все общеобразовательные предметы. И также у нас были все музыкальные предметы. Но учились мы с половины девятого. Я не знаю, как сейчас в Украине, но, насколько я знаю, с 8.30 начинали всегда занятия. И иногда до 6 вечера. И так мы учились практически с первого класса. Мои родители меня отдали туда с большим... Они видели мой талант. Но в то же самое время у них было чисто родительское желание, чтобы я меньше гуляла на улице, чтобы я меньше слышала вот этой вот всей уличной жизни. И пребывала там. Они меня очень хотели отдать туда, где я получала больше знаний и так далее. Но это мне очень сильно помогло, потому что в этой академии искусств имени Чемберже, он ее построил, я приобрела очень много знаний. Но загруженность была по полной. Просто с утра до вечера. Я не видела никаких там улиц, развлечений. У меня так детство, можно сказать, прошло в учебе. Но в то же самое время я не могу сказать, что я ребенок, лишенный детства. Никогда. Никогда бы я такого не сказала. У меня было счастливое детство. Абсолютно. Есть какая-нибудь определенная формула от Анастасии Яценко успеха? Что я буду делать вот это, вот это, вот это. Я буду успешным в своем деле. Не обязательно ведущим или актрисой. Вот просто то, что мне нравится. Самый большой, наверное, рецепт успеха не отступать от своей мечты. Даже если приходит какой-то период в жизни, когда ты не можешь, когда у тебя нет ресурсов, когда ты понимаешь, что ты с чем-то не справляешься, не отступать от мечты, потому что ее дал тебе Бог. Он вложил ее в твое сердце. Он дает тебе. Он открывает двери. Он приближает тебя к этой мечте. Он вложил ее в твое сердечко. И для меня это очень важно. Моя семья на сегодняшний день, мой супруг, мне в этом помогают. И для меня это очень ценно и очень важно, что моя мечта, она не осталась просто мечтой, но она продолжает развиваться. И это самое важное, никогда не опускать рук. Даже если они опускаются, идти в тайную комнату, чтобы там они поднимались. И сейчас вас слушают тысячи, и, конечно же, смотрят также наши зрители на телеканале СНЛ. Ваше послание, то, что есть в вашем сердце, можете обратиться и сказать ваш месседж, как говорится, то, что вы хотите им пожелать, возможно. Мой месседж. Не покидайте свою тайную комнату, развивайте ее, развивайте самые крепкие отношения с Богом, не оставляйте свою мечту, когда ваши руки опускаются, пускай сам Господь поднимает их к небесам, и чтобы из вашего сердца лилось прославление и поклонение Ему. Это мой месседж. Ну что же, дорогие наши слушатели и телезрители, у нас сегодня в гостях была ведущая, актриса, певица и много-много, главное, что жена и позитивный, светлый человек. Анастасия Яценко, спасибо огромное за то, что вы были сегодня у нас в гостях и, конечно же, вскоре ждем снова. Спасибо большое. До новых встреч. Светлое радио Еммануил в формате Божией Любови. Слушайте целодобово через FM-приниматели по всей Украине через Супутник Астра4 и мобильные додатки. Слушайте, пока еще есть время. Субтитры подогнал «Симон»